Вот там и на улице ветер. Мы с Эдошечкой едем. Боже, какие здесь запахи вкусные на улице. Мы с Эдошкой едем, приехали точнее уже, до Куку на музыку. У нас музыка, а потом куча магазинов. Что? Нужно сделать много разных дел. Возьмем вас с собой. Сейчас мы в Тимпортуэнсе с Эдошкой. После музыки пьем кофе с Донатом. Мы в Волмарте уже. Уже все здесь выставили для Паски. Все зайцы, кролики. На самом деле зайцы. Конфеты. Все в такой вот форме. Вот такой большой перерыв. Такой на целую ладонь. Там внутри, наверное, конфеты маленькие. Да, это шейплбани. В общем, всякие такие классные штуки. Мы печатаем фотографии сегодня для Раночки. В Волмарте. Сейчас вот отсюда все выйдет. Редактор субтитров А.Семкин И вот уже фотографии на месте. Там, где они уже давно должны были оказаться. Вот немножечко такой семейный иконостас. Все-таки это прикольно. Видеть семейные фотографии на стене. То, что они все где-то в албомах или в телефонах. А так на стене. Вот посмотрите, как снежок идет. Вот это на подоконнике с той стороны. Вот это наш задний дворик. И вот так падает снежок. Такие вот хлопья. Красивые. Красиво-красиво. Привет, друзья. Сегодня у нас уже совсем другой день. Мы немножечко с Идошечкой взяли вас за покупочками в свой субботний день. Но с тех пор, уже прошло несколько дней, мы все успели и поболеть здесь, и повирусничать. В общем, погодка у нас, конечно, зимняя. Как вот я еще осенью говорила, мне рассказывала одна женщина, делилась. Она, правда, говорит, вы знаете, я из Узбекистана. Но у нас в Узбекистане говорили так, что если листва осенью с деревьев попадает с верхушек, то быть холодной очень такой зиме, снежной. Ох, я впервые действительно... Извиняюсь, мне еще не покажут. Впервые я действительно увидела, что листья опадают сверху. Если у меня сохранилась фотография, я вам обязательно ее, конечно же, с вами поделюсь. Действительно так и было. Я не знаю, как будет сейчас, но могу вам сказать, что буквально практически с конца января началась очень такая серьезная зима. То есть снег и до этого выпадал в этом году. Но сейчас вот заваливает ветра прям такие штормовые, прям штормовой ветер. снег валит. В общем, у детей, конечно, зима, но с другой стороны, она такая холодная. То есть на улице не погулять. То есть, знаете, есть снег. Вот в Монреале мы жили. Там даже низкие температуры, но нету ветров. И можно гулять даже при минус 30 спокойно. Здесь, если у тебя минус 5 и минус 30 из-за ветра, вы представляете, какой-то ледяной ветер. Буквально на выходных у нас был арктический ветер из Арктики. Представляете, ледяной холодный ветер. Я думала, крышу снесет. Опять-таки, у многих снесло крыши. Там частично, не все имеют в виду шингл, вот это вот покрытие с крыш. В общем, да. Я работаю над своим авторским курсом «История волос». А точнее, называется он «Секреты» – «Secret Life of Hair» – «Тайная жизнь волос». В общем, поглотил меня этот процесс полностью. Готовлю я этот проект на платформу Udemy. Готовлю также презентацию, будем проходить в моем домашней студии презентации 7 марта. Так что для меня… Так, это немножко все. Очень… Не немножко, а очень так эмоционально хорошо. Вот. Так что вот такая еще и погода. Что еще? Вот здесь у нас есть такой журнал «Аиды Шманы». В Торонто. Но он не по всему Торонто выходит. Выходит по Норс-Йорку. Вот есть у нас журнал «Аиды Шманы». Он, кстати, онлайн тоже есть. Вот можно… Если открыть последнюю страницу, то можно будет также увидеть… Я не знаю, будет наоборот или нормально показывать мою рекламу. Вот. В общем, я работаю сейчас над… Курсом над своим. Пишу. Вспоминаю свою учебу. Очень много новых ресурсов, конечно, помимо учебы. Так что туда я вас приглашу попозже для тех, для кого это может быть интересно. Сейчас готовится еще также несколько видео, которые выйдут в течение марта. В марте у нас событие такое 31 марта, что у нас будет 7 лет уже в Канаде. При этом будет, да, уже получается 6,5 лет блогу моему. Так вот потихонечку. Пусть он не постоянный, пусть он иногда выходит с перерывами. Но многое мы с вами уже прожили вместе, многое прошли вместе. И, конечно же, я вам за это благодарна. Хочу еще раз вас пригласить на свою Facebook-страницу под одноименным названием «Побуднем с Ильной». Там я как бы собираю такую комьюнити. Я стараюсь быть достаточно активной там, для того, чтобы все-таки людям, которые дошли до Facebook-а, немножечко другой контент показать. То есть даже если видео у меня не выходят на YouTube, но там я пишу маленькие посты, выставляю какие-то фотографии, что-то пишу, делюсь какими-то там рецептами, чем-то, что я не делюсь в YouTube. Поэтому присоединяйтесь. Присоединяйтесь в Facebook, заходите, пишите. Это закрытая группа «Побуднем с Ильной» и я вас присоединю буквально в течение там нескольких часов. Вот это я хотела вам рассказать, что я еще хотела рассказать. Все, мозги сейчас ничего другое не соображают. Если я что-то вспомню, я вас опять включу. Только жли хорошо, не засовывая в рот много. Вот ребенок получает капусту. Я говорю, нарезать, ребят, не надо резать. Усаживайся, поудобнее. Вот так. Не, не! Все, вот так. Не, ложиться не надо. Садись. Да-да, вот так. Ты застрянешь. Ты застрянешь. Я хочу, чтобы ты встала возле пианино. Посмотреть, какая ты большая. Давай. Не, баба Валя. Не, ты встал. Хорошо. Возле пианино? Не возле еды, возле крошла, а возле пианино, чтобы ты встала. Габи, ты меня слышала? Там пианино возле стены. Ты же большая девочка. Что за песня-то встала? Это уж другой день И мы с Габулькой уже в ноуфриле И всякие немножко купили Что камера, Габулька? Не надо, Холл, я не буду ничего много снимать Я так просто показываю, что мы в магазинчике Это вечер, уже 8 час Мы покушали и пришли за всякими покупочками Здесь как раз вот лазанья Мясная лазанья Вот По 9,47, по 12 Да Станцульки Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok